Песни прославления и откровения Музыкант – это очень сложная профессия И многие, начиная, думают, да, получится, не получится Как это будет выглядеть, как меня примет зритель Вот у вас были такие переживания? Вы знаете, я пою с четырех лет И когда даже стоял вопрос, даже не стоял вопрос о смене профессии Многие ребята, отучившись в нашей детской академии искусств Потом поступали в различные музыкальные учреждения Высшие учреждения, более среднего образования У меня даже мысли не приходило сменить профессию Потому что с четырех лет я занималась музыкой Эта музыка меня сопровождала на протяжении всей моей жизни И музыка мне даже помогла поступить дальше на высшее учебное заведение И у меня не было таких переживаний Но, если быть честной, то, конечно, лет в 16-17 Когда я поступила уже в колледж Это было не высшее, это было среднее образование Колледж современного искусства, колледж искусств Там, конечно, я видела, что многие девушки, парни Уже выпускники, они очень переживают Потому что профессия сложная И далеко не каждый способен прокормить этой профессией свою семью И многие работали в ресторанах, в кафе То есть в таких заведениях, скажем, не совсем для музыканта Который ищет сцену, зрителя большого И в караоке многие работали И я это видела, я слышала, что многие ребята переживают Где им искать работу Но у меня в 17 лет немножко по-другому сложилась судьба И чем я, конечно, благодарна Богу И потом по ступеньке, по ступеньке Мой путь музыкальный продолжался Как ваши родители вообще отреагировали на ваши увлечения? Поддержали ли они вас? Да, поддержали сразу же Даже никакого вопроса не стояло Потому что однажды я заблудилась в Доме творчества Я уже, к сожалению, с самого начала не помню так совершенно эту историю Моя мама привела меня в Дом творчества И мы то ли ждали кого-то, чтобы прослушаться Мама хотела меня прослушать И я пока гуляла, пока мы ожидали какого-то человека Я заблудилась в хоровом классе И выводит меня в коридор женщина за руку И говорит, чей ты ребенок? Мама испугалась Она говорит, наверное, ты уже что-то натворила Она говорит, мой ребенок Эта женщина подводит ее Подводит меня к маме Говорит, вашей девочке нужно обязательно заниматься вокалом Мы ее прослушали И она обязательно должна прийти к нам в хор И вот с этого началась вся моя музыкальная карьера Меня сразу же забрали в хор И, кстати, буквально, наверное, год назад Даже, может быть, меньше Мы встретились с этим педагогом Пальчикова Татьяна Алексеевна Это самый первый ему педагог по вокалу Она потрясающе выглядит Прошло уже 30, немножко меньше Немножко меньше 30 лет Она просто не изменилась И мы с ней встретились Она меня узнала Мне было 4 года Она узнала меня Она узнала мою маму сразу же То есть это было что-то уникальное Но у нее, правда, у нее феноменальная какая-то память Она рассказывала, что она очень многих своих учеников помнит Вот, и вот так вот это все началось В Москву приехали абсолютно одна То есть не было ни друзей, ни контактов, ни знакомых Вот как вы переживали этот период Абсолютной неизвестности, нестабильности? Я просто сейчас это уже осознаю Как я вообще приехала в Москву Это была и с одной стороны глупая А с другой стороны ужасно смешная история С неподъемным абсолютно чемоданом Когда я уже прошла все кастинги в мюзикл Меня родители проводили в Москву С большой-большой сумкой вещей Я только помнила станцию метро Где проходил кастинг И где должен был в дальнейшем состояться мюзикл Я приехала очень рано Это было около 5.30 утра или 6.30 утра на вокзал Я поняла, что когда я вышла из поезда Я не могла оторвать сумку от земли В общем, чуть ли не со слезами на глазах Я как-то... Нет, я ее проволокла несколько метров И тут вдруг подходит один мужчина Он говорит, девушка, вам помочь? А мне просто до слез тяжело Я говорю, пожалуйста, я не против И он взял эту неподъемную сумку Он доволок ее до метро И говорит, куда вам ехать? Я говорю, метро Фрунзенская А он говорит, а у вас есть финансы, чтобы купить билет? У вас есть связь? Кто вас встречает? Я понимаю, что денег нет Потому что все деньги только украинские Обменники ни один еще не работает Как добраться? Никак Связи нет никакой В общем, это было просто, можно сказать, куда смотрели родители Но в то же самое время, на тот момент я уже была очень самостоятельной девочкой И, конечно, я ждала, что я приеду на вокзал Это такой центр московский, где вся жизнь кипит И можно и обменять деньги, и купить карточку для телефона И все это будет так просто А оказалось, все не так просто В общем, я писала сообщения своим руководителям Но они, конечно же, в роуминге никуда уже не пришли Вот В общем, этот человек, он довез меня до места назначения Он меня накормил в Макдональдсе И я это все с очень большой опаской принимала Но мне некуда было деваться Он говорит А он мне просто разменял деньги Я даже вот честно, я уже не хочу врать И вряд ли он какие-то украинские взял Может, у меня какая-то валюта была В общем, он разменял Мне еще и по-хорошему какому-то курсу тогда В общем, я верю, что Господь посылает ангелов И вот такую помощь И вот тогда, с первого дня моей жизни в Москве У меня произошло такое чудо, можно сказать Когда я уже попала в театр Когда я уже была в примерочной На меня уже мерили костюмы Наш руководитель подбегает и говорит Яценко? Я говорю Да, Яценко Ты меня в могилу загонишь, Яценко И она начала рассказывать Как она в 4 утра получает мои сообщения Связи со мной никакой, где ребенок пропал 17-летний в Москве В общем, она была в полном ужасе Когда она меня уже нашла в театре Она была очень счастлива Трудности, с которыми мы сталкиваемся по жизни Вот тут вопрос чисто философский Как вы думаете, Бог их делает для того, чтобы мы Что-то изменили в своей жизни Или наоборот улучшили Отказались от чего-то Или пересмотрели свои взгляды на ту или иную ситуацию Я могу сказать, что это бывает и для одного, и для другого Чтобы мы пересмотрели наши отношения к этим трудностям Что такое трудность? Это то, что ты воспринимаешь трудностью Но кто-то со стороны, он может сказать Мне бы твои проблемы Знаете такую фразу? Очень часто кто-то ее говорит Но для каждого человека есть свои трудности Которые он должен пройти Он должен переработать И он должен быть благодарным Богу за это Потому что я не знаю, кем бы я была Выросшая в семье какого-нибудь миллионера, банкира Или просто бизнесмена Чтобы у меня была идеальная семья И все было вот так вот в шоколаде Я понятия не имею, вообще познала бы я Бога И так как я его знаю сейчас Я благодарна Богу за все За каждый день своей жизни И я полюбила своего отца еще больше, чем я любила его раньше Благодаря Божьей любви, его примеру Потому что Бог нас первый полюбил Не мы его нашли, не мы его полюбили Написано в Библии, что только благодаря тому, что он нас полюбил И он нас нашел Мы можем быть с ним близко Мы можем тоже быть с ним рядом Для музыканта-христианина Должен ли стоять этот вопрос остро? Именно славы, популярности, известности? Смотря какие цели себе ставит человек Если ты современный исполнитель Конечно, это результат твоего творчества Нравится оно, не нравится Воспринимает его народ, не воспринимает Нуждается он в твоем творчестве Ты доносишь что-то настоящее Что-то конкретное для людей Что их цепляет Что им помогает То есть помогает расслабиться Помогает отвлечься Помогает о чем-то задуматься И популярность Популярность, наверное, много значит для артиста Это вот где-то эта ступенька Принимает ли тебя народ Нужно ли твое творчество народу Но если только на этом концентрироваться На популярности, на славе Иногда слава, как мы знаем, она бывает искусственная Искусственно делают звезд Искусственно их раскручивают, навязывают Но то, что людям Ну ты у любого человека спросишь Нет, мы это не слушаем Но в мире это настолько популярно Но многие этого вообще не воспринимают На этом нельзя ни в коем случае зацикливаться Мы должны делать то творчество Которое дал нам Господь У меня с самого начала творчества Был такой переломный момент Когда я попадала в продюсерские агентства И мне говорили Ваше творчество, оно хорошенькое Но чтобы стать популярной Его нужно полностью изменить Вас нужно наполовину раздеть Ваши песни как бы нужно Или полностью поменять Или просто написать новые Ну то есть ваши песни Они просто не подходят Они не формат Спасибо, идеальное слово Это не формат Но я понимала Я не могу переступить то, что есть внутри меня Я не могу переломать себя Я понимала, что стать рабой популярности Зарабатывать хорошие деньги Это рабство Ну реально рабство Ты кому-то принадлежишь Ты принадлежишь продюсеру Кому-то это нравится Кто-то выбирает такой путь И слава Богу Этот человек сделал свой выбор Может быть благодаря этой популярности Он в один прекрасный момент Сможет что-то истинное донести До всех тех тысяч слушателей Которые у него есть Но я считаю, что каждый человек Он идет за призванием своего сердца То, что он может сделать То, что он хочет сделать Как бы вы охарактеризовали Образ современного христианина? Это очень хороший вопрос Потому что он настолько разный Он может быть настолько разный В вашем окружении, да Вот как вы видите людей В моем окружении есть люди Которые добиваются истинные христиане С глубокой верой в сердце И не только в сердце Но и на делах В поступках Которые добиваются своей цели Которые занимают далеко не последние посты На своих работах Это программисты Это переводчики Это люди очень многих профессий Но они своей профессией Они своей жизнью Они несут христианские истины Христианские ценности И они далеко не забитые люди Они путешествуют по всему миру Они знают очень много языков От трех до пяти до шести языков Это лично мои друзья И они настолько развитые Настолько известные в своих кругах Скажем Эти люди совершенно не забитые Потому что Господь Он открывает мировоззрение человеку Он не хочет, чтобы мы были зашоренными Он не хочет, чтобы нас поработила религия Потому что между верой и религией Есть одна очень большая пропасть Колоссальная, я скажу, разница И, например, на примере моей матери Ее тетка родная Была очень таким религиозным И верующим человеком Она была православной женщиной Она соблюдала все праздники Она ходила в церковь Она это искренне делала Она делала это от души Но когда моя мама задавала Какой-либо вопрос Они приходили в храм Они ставили свечечки Они молились Но они ничего не понимали На старорусском читалась Библия Монотонным языком Ни один человек в храме стоящий Не понимал, о чем идет речь И когда мама задавала какой-либо вопрос Она не могла никогда ответить Потому что она сама ничего не понимала И не знала Она просто соблюдала эти традиции Эти обряды искренне Как она знала Как ей передала ее Мама или бабушка И люди немножечко Они находятся в такой темноте Как слепоте Они не знают, что написано в Библии Хотя Библия написана Совершенно современным языком Она написана про современность Она написана в помощь нам Чтобы мы жили И не делали многих ошибок Или в помощь наоборот В каких-то делах И это прекрасно Потому что очень часто мы не знаем Как нам поступить в той или иной ситуации Но в Библии есть очень много ответов На наши вопросы И для меня это было очень важно Чтобы я не... Можно сказать, это так же воспитание Люди, которые более такие консервативные Закрытые и в принципах своих И в одежде И они так были воспитаны Они выбрали такой путь Их нельзя, можно сказать... Ну, вообще нельзя никакого человека судить Да? Но мы имеем весь мир перед собой Господь, Он царствует над этим миром И мы должны идти как свет в этот мир Мы должны идти практически во все сферы Чтобы нести этот свет Нести истину людям На сегодняшний день это становится Все тяжелее и тяжелее Потому что в странах очень многих нашего мира Законом подтверждается грех То, что уже грехом не назовешь А там это становится законом И ты, как христианин, не имеешь права этого сказать Если ты это говоришь Тебя могут вплоть до того, чтобы посадить в тюрьму И, к сожалению, сейчас просто конкретно идет уже очень много В каких странах мира гонений на христиан Действительно, если ты веришь То Бог открывает любые двери У нас появляются возможности Но в то же время Бог может и исцелять Если ты Его о чем-то просишь Я знаю, что в вашей жизни была история Когда вы потеряли голос Я потеряла голос, можно сказать, просто по болезни И по своим, это будет искренне сказано По своей вине Потому что у меня было очень много концертов подряд Очень много выступлений И я не успевала вылечиться Я лечилась, конечно же Но я не успевала вылечиться Как приходил новый концерт Я старалась петь аккуратненько, тихонечко Но мои связки, в общем, дошли до такого состояния Что я потеряла реально голос Вот И он очень долго не мог восстановиться У меня несколько этих случаев было Один раз я вообще потеряла голос Но он восстановился буквально через пару дней А второй случай Когда это было перед главной ролью в мюзикле Красавица и чудовище Я ехала на мюзикл с мыслью Что меня могут уволить Потому что я была утверждена на главную роль На первый состав Я понимала, что мой голос в таком состоянии Что когда они меня послушают Они реально меня могут Или передвинуть, или уволить За профнепригодность Это профессиональным языком будет сказано Я просто реально осознавала Весь ужас и кошмар происходящего Но когда я приехала Конечно, я молилась и денно, и ношно И там был прекрасный доктор-фониатр Который обратилась И я рассказала всю свою историю Она говорит, не говори никому А она была женщина Врач с огромным опытом Из большого оперного театра в России Московского Где она уже только не лечила людей Она очень пожилая женщина Потрясающий человек Она говорит, никому не говори Она так мне еще строго сказала Чтобы, типа, тебя не заменили У тебя, да У тебя, у меня было кровоизлияние в связке Это чревато узелками на голосовых связках Если у тебя уже образуется узелок Это беда Это, конечно, удаляется хирургическим путем И в лучшем случае это рассасывается В худшем случае это хирургическим путем удаляется Но после хирургического вмешательства У тебя может не вернуться тот голос Который у тебя был раньше То есть, когда связочки уже не могут сомкнуться ровно Вот эти вот узелочки Они мешают Да, их когда удаляют Там могут появиться шрамы, рытвины Ну, в общем, все что угодно Это тело, да И она мне делала лекарства Заливки разные И я потихоньку-потихонечку Пела на репетициях Я никому ничего не говорила И наш режиссер, он требовал от нас Чтобы мы выкладывались по полной Но я все равно очень старалась Как можно поспокойнее И я даже не помню, в какой момент у меня полностью восстановился голос Полностью восстановился, конечно, благодаря лечению Но опять-таки, можно сказать, в чем тут чудо Да, у тебя был классный доктор У тебя там все в шоколаде В Киеве у меня тоже был фониатор И она меня лечила Но я не шла сильно на поправку Вот Ну, а здесь это просто Я видела, что Богу угодно Чтобы я была на этом месте И он исцелял меня Поднимал меня Укреплял мои связки Никто этого не видел Потому что Ну, это можно сказать Только твое внутреннее ощущение И ты знаешь, какие ноты ты берешь Ты знаешь, как ты можешь И ты знаешь, что с тобой происходит сейчас Да И Ну, я так сильно ни с кем не делилась И вот в какой-то момент полностью голос восстановился Как вы считаете, на своем опыте в семье Насколько важны отношения Вот какие должны быть отношения между мужем и женой Главные какие ценности? Доверие Это самое главное И, ну, искренность, правда Какая бы она ни была сложная, тяжелая Практически во всех сферах Не практически, я скажу, а во всех Это искренность и правда Потому что, когда между двумя людьми Которые вот составляют одно целое Есть какие-то даже маленькие недоговоренности Какие-то секретики Может быть, они кажутся какие-то глупые И не столь, ну, как сказать правильно Значимые И не стоящие внимания Да, вот эти вот мелочи, которые Не стоящие внимания Но через какие-то сомнения Через какие-то недоговоренности Через маленькую, но ложь во благо Как она называется Лукавый может сеять вот это семечко Раздора Один раз не договорил Второй раз не договорил Там чуть-чуть соврал Там чуть-чуть соврал И вот эта стеночка такая Выстраивается Для меня очень важно доверять Искренне верить Отпускать Как у меня многие спрашивают Как он тебя отпускает? Так на неделю, на две А у меня даже в голову Это не может прийти Такого А как меня не отпустить? Или когда он уехал Недавно Вот на конференцию К Артуру Симоняну Да я выпихивала его И говорила Езжай, тебе нужно Тебе нужно переключиться Перестроиться И кто-то у меня спрашивает Как ты его так на целую неделю отпустила? Я говорю Да, запросто Это доверие, поддержка Это важно Да, да И я понимаю Что в некоторых семьях Этого вообще нету Они там контролируют Друг друга Читают на телефоны И мне кажется Это страшно Когда вот этот контроль Для меня это ужасно Ну и в заключении нашей программы Такой общий вопрос Мы много говорили о Боге О творчестве Мы говорим сейчас о чуде И продолжите фразу Чудо в вашей жизни Это что? Чудо в моей жизни Это Как написано в Библии Осуществление ожидаемого И уверенности в невидимом То, о чем я могу мечтать Но даже не представляю Как и что это может осуществиться Но Библия учит нас верить И Иисус учит нас верить В осуществление невидимого То, что мы не видим Но оно может в один момент осуществиться Конечно, у меня есть много еще мечтаний Много мечт Которые я верю Что они когда-то осуществятся Но даже если не так Моя вера Она абсолютно от этого не станет меньше Анастасия, спасибо огромное За содержательное интервью Мы желаем вам новых песен Спасибо большое Спасибо за приглашение Было очень приятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр!